БИС-ТВ 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 С другой стороны, у банков есть один такой еще важный параметр – это достаточно большое количество заказчиков, которые ходят к своим банковским счетам через дистанционное банковское обслуживание, и которым банк должен обеспечить защищенный нормальный доступ к этим счетам. Вот здесь как раз система класса IDM используется еще и для доступа не только сотрудников к своим информационным ресурсам, но и для доступа клиентов к своим информационным ресурсам. Обсудив крупные внедрения аванпоста в банках и в Федеральной налоговой службе, участники пресс-завтрака стали анализировать изменения на российском рынке ИБ. Андрей Конусов предложил проанализировать ключевые проблемы на рынке. По его словам, отечественный рынок IM растет небывалыми темпами, хотя продуктов, доступных как корпоративному сегменту, так и среднему и малому бизнесу, пока единицы. Тормозит распространение систем то, что разработчикам приходится собственными силами привлекать клиентов и подготавливать продажу. Причина этого заключается в инертности некоторых игроков российского рынка ИБ. Крупных интеграторов тяжело убедить заниматься новыми продуктами и искать новых потребителей. Для них проще распространять среди проверенных партнеров привычные решения. В результате разработчики вынуждены создавать собственные каналы маркетинга привлечения клиентов. При таком раскладе, уверен Андрей Конусов, со временем звено интеграторского бизнеса может просто-напросто выпасть из цепочки. Однозначного выхода из ситуации нет, но интеграторы могут сделать свой акцент на высококачественном консалтинге, считает Андрей Конусов, и тем самым обеспечить себе устойчивое место на рынке ИБ. Перспектива новой волны финансового кризиса только усилит эти тенденции, и в ближайшие годы структура рынка в целом может существенно измениться. БИС-ТВ